Меньше недели остается до очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана. В преддверии этого события славянские воины-интернационалисты проводят уроки мужества, рассказывая юношеству о доблести наших солдат и офицеров, которые выполняли свой долг в выжженных солнцем афганских степях и горах. Мы побывали на одном из таких уроков в Славянском историко-краеведческом музее. Учащиеся с интересом выслушали рассказ музейного экскурсовода о нелегких боевых буднях участника боевых действий в Афганистане Сергея Бурбыки, который нес свою службу в бригаде спецназа в далекой афганской провинции рядом с иранской границей. Затем сам воин-интернационалист поделился своими воспоминаниями, которые живут в его душе до сих пор. Поисково-засадные действия. Два тысячелая группа нас выбрасывалась на иранскую границу. И вот на ночь у каравана, которые двигались со стороны Ирана, отошли караваны с оружием, с наркотиками. Наша была задача их уничтожить. Ребят очень интересовало все, что связано с Афганистаном. На вопросы школьников Сергей Бурбыка охотно ответил. Самый главный моральный урок, который вынесли воины с этой необъявленной войны, то, что нет ничего дороже фронтового братства и взаимовыручки. Мы знали, что товарищ прикроет твою спину, не бросит. То есть мы не делились на нации, вообще не делились. Поэтому выручка и ты только в горах, ты только мог надеяться на своего боевого товарища, больше не знаковая. Члены славянского отделения Союза ветеранов Афганистана с радостью встречаются с молодежью. Им есть что рассказать тем, кто завтра станет защитником нашей страны. В первую очередь донести до детей, это то, что надо все-таки учиться, заниматься спортом. И все-таки мы будем защищать в дальнейшем нашу родину. И надо быть всегда готовым к этому. В Афганистане воевали более 12 тысяч кубанцев. Три тысячи из них награждены орденами и медалями. Пятеро стали героями Советского Союза. Все они пример верности, присяги, стойкости и мужества. А Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.